Про что я буду разговаривать с большим ученым-лингвистом? Верят в то, что богатый человек другой. Это старая тема, это Скотт Феджеральд и... Богатые люди похожи на нас с вами. Да. И это действительно тема. Это действительно тема. Богатый человек считает, что он другой. Он перебирает все свои достоинства, благодаря которым он стал богатым. Или удача, или ловкость, или большой ум, или еще риски, как он на них пошел, как он мучился и в то же время дрожал от счастья, адреналин, все дела, очень хорошо. Но он считает, что он другой. Что вот другой, вот так вот, он... Ну, как-то нет. Поэтому, хорошо. Вот у него есть такие особенности. Но он при этом считает, что он получает право сразу. Он получает право, какое-то право он получает. Он просто противовесом должна быть страшная ответственность. Об этом он не очень любит думать. Но он искренне и решительно считает, что он имеет право на все. Здравствуйте. На канале НТВ программа «Школа злословия». И мы ее ведущие. Авдотья Смирнова. И Татьяна Толстая. А в гостях у нас сегодня вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу тоже хлопать? Да. Хотите, хлопайте. Мы считаем, что стоит. Игорь Юрьевич, я изучал, вы много лет были профсоюзным деятелем. Но ведь профсоюзы, они же враги промышленников и предпринимателей. Так, если это серьезный вопрос, то я вам объясняю, что они не враги, а социальные партнеры. И где-то с 17-го года, с 18-го, если точнее, Запад после нашей Великой Актерии социалистической революции решил, что лучше без революции, и лучше вот в этом треугольничке. И государство, промышленники и предприниматели, и профсоюзы. Так называемые трехсторонние структуры. Для этого даже есть такая международная организация труда в Женеве, которая вот с 18-го года все это и пытается привести к социальному партнерству, а не к баррикадам. Поэтому мы с ними... И я считаю, что у меня громадный, так сказать, есть плюс того, что я работал и с той, и с другой стороны. А вы сами промышленник и предприниматель или нет? После того, как развалились профсоюзы, за которые я отвечал, они не развалились в Российской Федерации, есть федерация независимых профсоюзов России, с председателем Шмаковым, очень энергичным человеком, который... Но я отвечал за компоненту СССР. И когда СССР развалился, СНГ образовалось, я был первый заместитель председателя вот этого всего СНГ. Ну и когда я почувствовал, что СНГ, мягко говоря, накрылась медным тазом, можно применить другие термины, я перешел в бизнес, я был страховщиком, я возглавлял страховую компанию, я был акционером этой компании, в этом смысле, да, у меня есть. Были и остались? Потом меня страховщики, видимо, моя судьбина такая, избрали председателем своего страхового союза. То есть из одного союза я попал в другое. Видимо, у меня просто какая-то такая вот отвратительная карма, да, когда нельзя заниматься просто каким-то одним делом, надо вот за кого-то там что-то говорить. Поэтому, значит, я был спикером вот этой отрасли. А из этой отрасли меня избрали туда, куда я вот сейчас вляпался. Скажите, вот там вот, куда вы сейчас вляпались, в РСПП, что там на самом деле происходит в данный момент, как оно устроено, вот как происходит вырабатывание новых договоренностей с властью? Ну, значит, договоренности на этапе 2000-2003 год были следующие. В 2000 году после выборов Путина вот то, что называлось олигархическими кругами, получило сигнал. Договариваться по одному не буду, приходите в какое-то объединение, хотите новое, хотите существующее, и будем договариваться там. Они выбрали после консультации различного рода Российский Союз промышленных предпринимателей. Пришли, возглавили бюро. 25 энергичных людей, которые между собой производят, наверное, 60-65% валов внутреннего продукта, потому что вошли не только частные компании, но и Чубайс, как РАО ЕС, Миллер, там, как РАО Газпром и так далее. Вот когда создалась эта организация, диалог с властью строился следующим образом. Во-первых, существовала система круглых столов, да, то есть раз в 3-4 месяца президент страны приглашал бюро РСПП и обсуждал с ними намеченный круг вопросов. Хочу сказать, что вот за этот период, 2000-2003 год, была сильно подвинута вперед, я бы так сказал, банковская реформа, налоговая реформа, реформа социального страхования. Я могу перечислять бесконечно, включая пенсионную и все остальные. То есть то, что называется модернизацией страны. Учитывалось не только мнение аппаратов, государственного аппарата, Государственной думы и так далее, но и крупных собственников и малых собственников, мелких и средних предприятий, которые мы тоже аккумулировали. И получался такой симбиоз того, что нужно бизнесу реально и тому, что нужно государству от бизнеса. В 2003-м середине произошел облом под названием ЮКОС. Прервалась эта связь, возникла взаимная неприязнь. Она со стороны государства, наверное, правильное слово «неприязнь», со стороны бизнеса, наверное, более правильное слово «боязнь». А до этого вы как бы кружились в вальсе? До этого мы были в партнерстве, я бы так сказал. Никакого вальса не было. Диалог не прервался ни разу. На самом верху возникла вот эта вот ситуация, когда пристные считали возможным, что поставить на место, как говорится, крупный бизнес и отодвинуть его еще дальше от политики, от всего. Профессионалы, да, и здесь я могу называть фамилии, там, язык Греев, там, Кудрин, Жуков, там, Шувалов, и так далее, никогда не прерывали связь по экономическим вопросам. Все комиссии, комитеты, многочисленные вот смешанные группы, которые работают над законодательством, над регулированием, они постоянно звонили, просили, у нас работают экспертные группы, мы выдаем материал на гора. Да, учета этого стало чуть меньше. Но, повторяю, профессионалы в правительстве работают с нами по-прежнему. Но соподчиненность возникла. В стране есть хозяин, хозяин диктует правила игры и к ним подстраиваются. Возможность альтернативной точки зрения есть. Выслушать ее не все считают возможным, нужным или необходимым. Это делается в центре. Я понимаю, почему вас выдвигают в председатели различных союзов. Да. Почему у вас такая кара. Заболтать могу легко. Абсолютно. Да. Вот сейчас чуть-чуть вот тормозните. Кто кого куда не поняла, кто не слушает. Еще раз хочу сказать. Если существовал такой образ мысли и действий, когда выслушивали, и сразу все шло в дело, потому что не было врагов, вроде были равные партнеры. То сейчас другая парадигма. Вражеская. Выслушивают. Одно крыло воспринимает. Профессиональное. Профессиональное. Пускает в работу. Второе крыло может иногда сказать, ну а кто это такие вообще говорят. То есть, как всегда, значит, профессионалы, которые понимают, как делать все, от печенья булок до варенья стали, с ними можно договариваться? Можно договариваться. А комиссары, идеологи в пыльных шлемах, которые суетятся под ногами и, значит, застают, они все портят? Да, абсолютно. Но страшнее всего сигнал был для местных правоохранительных органов, потому что там уже без разбору. Если есть такой прецедент, как вот мы можем, так сказать, с Юкосом вот так-то, да, то в каждый ларек придет свой маленький Устинов и отменит конфеты. Кстати, вот эту вот компанию по хоть какого-то роду, так сказать, доведению до властей, что, собственно говоря, происходит с предпринимателями в области ожиданий. Начал малый и средний бизнес. Он нас пригласил. Опора, так называемая, России, это предприятие малое. Они пригласили нас на так называемую конфликтную или кризисную группу в середине 2003 года и дали нам информацию по поводу того, что происходит после этого дела с точки зрения пригибания малых. Игорь Юрьевич, дело в том, что создается такое впечатление, что на самом деле само сословие, да, не РСПП просто, а само сословие струсило, сдалось абсолютно. И что те же люди, которые говорили, да мы сейчас, мы вот, мы поставим это, сейчас будет наша власть, сейчас будет по-нашему, сейчас все примем и так далее, пока была власть, кто-то считает, что более демократичная, кто-то считает, что просто послабее. И те люди, которые, в общем, вели себя, если не как хозяева, то в случае с малым и средним бизнесом, как надежда общества на прорыв, что сословия-то нету, что все попрятались по углам, все тут же задрали лапки, делайте с нами, что хотите. Из той же категории гражданского общества, да, оно или есть, или нет, или есть такое чувство, что я гражданин, тире, я собственник, тире, я крупный собственник. Рябушинский, да, который образовал наш союз до революции, ну, один из отцов-основателей, он говорил, богатство обязывает. Обязывает. Значит, если гражданина, чистота своего подъезда обязывает, достоинство свое, да, не только квартиру привезти в порядок, но спуститься в подъезде, навести хоть какой-то порядок, то такое же достоинство и гражданское, и какое хотите, обязывает, так сказать, богатого человека тоже заниматься окружением, созданием сословия и так далее. Поскольку нету гражданского общества, они никакие не инопланетяне, эти крупные собственники, у них приблизительно такая же вот разобщенность пока, так сказать, отсутствие желания быть вместе, в этом смысле, особенно в политическом, и такая же боязнь. То есть спасайся, кто может? Или там, умри ты завтра, ты сегодня, а я завтра? Факт существования РСПП эти четыре года, он говорит о том, что не спасайся, кто может, все-таки давайте будем в одном месте, давайте сейчас переживем трудные времена, когда нас не понимают. Я хочу сказать, что не понимает, не скажем, не Путин, не понимает ни администрация, а не понимает, судя по вопросам, приблизительно 70% населения. Когда им называешь фамилию, там, Потанин, Дерипаска, там, Абрамович, там, Фридман, ну и дальше, то рука тянется к пистолету. Не у Путина, а у 70% населения страны, и оно подает этот сигнал так, как хочет. Вы смотрите программу «Школа злословия» на канале НТВ. У нас в гостях Игорь Юргенц. Дело в том, что когда у бизнеса была возможность, у крупного бизнеса, у того же, там, Фридмана, Потанин и так далее, и тому подобное, была, там, были собственные СМИ, и была возможность заниматься пропагандой, на самом деле, буржуазного образа жизни, буржуазной системы ценностей, буржуазных свобод, и так далее, воспитывать это сознание, этим никто не занимался. Потому что, с одной стороны, занимались борьбой с той властью, а с другой, ну, это быдло там, что они там считают, это никого не интересует. Со что боролись? Если кто-то считает, даже тот народ, который беден и не образован быдлом, то он встречно, получая через два года, или даже с меньшим лагом, расстреляя олигарха, что и произошло. Но существует, помимо этого, естественное социальное недовольство, абсолютно оправданное, потому что зарплаты, конечно, врачам и учителям, то есть основным столпам общества, вопиют. Причем, это две вещи, от которых зависит прошлое, уже не зависит ни от чего, но настоящее и будущее зависит от этого. Врачи – это, скажем, настоящее, а учителя – это будущее. То есть что, с кого налоги брать, если они все будут неучи, не смогут ничего делать, производить, думать, и рано умрут. Урок получен сейчас или нет? Вот вопрос интересный. По-моему, нет. По-моему, нет. Как слышалось оттуда, вот из этих кругов, да, что если ты такой умный, что ты такой бедный? Как несло оттуда, так пованивало презрением к культуре и нежеланием как-то ее взращивать. Не потому, что мы тут культурные люди стоим с протянутой рукой. Без вас, граждане, за работой. Мы же общались еще до посадки Михаила Борисовича с Михаилом Борисовичем, пытаясь разрабатывать некоторые культурные проекты в целях примирения бизнеса с обществом, скажем так. Но там же не такая поза – дай, а у нас была такая поза. Вот туда им надо. Как сделать, чтобы общество любило нас олигархами? Мы говорим, никак, любить никак. А помочь ты им? Можешь, но только системно. А ослабить социальную? Если скажут, что по три рубля, он будет счастлив. Нет, не будет, потому что мне всего дали три, а ему дали целых три. Вот как будет думать этот человек. И вот это надо преодолевать долго. Ну а в системном подходе… Это было тогда, но дело в том, что нам кажется, что то же самое сейчас, что сейчас еще больше происходит сворачивание каких-то просветительских, культур-триггерских, благотворительных проектов, потому что благотворительность стала восприниматься просто как способ отмазки от властей, просто как способ показать… Я все делаю, я все делаю, школы, школы, милиция, все, все есть, все хорошо, что скажете, то еще сделаю. На самом деле это никакая неблаготворительность. Культурные проекты все сворачиваются, и вам говорят, ну послушайте, ну когда у нас такое, у нас в любой момент, я думаю, как мне семью вывозить, а вы тут со своими программами. То есть стало-то хуже и в этом смысле. Было хреново, стало еще хуже. Выход. Первое, я бы не так мрачно на это дело смотрел. Есть такой КАФ, это Международное Объединение Благотворительных Фондов. Лондонское, штаб-квартира я имею в виду, английское заведение, но туда входят другие фонды, существуют они более ста лет, они открыли здесь местный офис, местный офис начал считать, что с благотворительностью в России делается. Оказалось, что в среднем чистые прибыли, вот все уже расплатились, вот это твой доход. Из чистой прибыли российские предприниматели 17% в той или иной форме отправляют на благотворительность. АФК-системы там, я просто почему сейчас ее упомянул, потому что я член наблюдательного совета Русского музея, попечительского совета. Мы собираем деньги и реставрируем кусочек за кусочком Русский музей. Интерос отреставрировал и так далее. Проекты есть, люди есть, 17% от чистой прибыли. Этот КАФ говорит, а вообще-то вы обгоняете Великобританию, если в процентах. Предприниматель русский, российский человек, не жаднее. А дело не в жадности. Смотрите, вы называете Русский музей, Эрмитаж, большие государственные институции, благотворительность по отношению к которым будет не только поощрена государством, но и распиарена с государственными возможностями. А как вы думаете, Рокфеллер делал, он сначала себе вышиб 3% вычетов из налогов, и только потом эти 3%, это миллионы, да, начал. Никого вот таких вот, так сказать, добреньких в мире нет, иначе они не предприниматели, иначе они не капиталисты и не акулы. Потому что смысл деятельности предпринимателя делать прибыль для себя и для акционеров. А я вот сегодня ехала, смотрела как раз в окно. Вот люди идут там на работу, бегут в магазин, заходят, что-то покупают. Я подумала, что бизнес-сообщество, все, должно волноваться и давить на власть с требованием повышения зарплаты любыми способами покупателям. Потому что если бизнес производят, а у него никто не будет покупать из-за крайне низкой покупательной способности, то бизнес озаряется. Для того, чтобы богатеть самому, ты должен хотеть, чтобы твои товары купили люди много, чтобы они давились за электрочайниками, колготками и всем прочим. То есть давление должно все время быть в этом направлении. А получается такое ощущение, я как-нибудь разбогатею, а эти как-нибудь там для всего этого дела обойдутся. То есть никакое осознание связи между продавцом и покупателем. Я очень люблю при этом разговоры про то, что у русских общинное осознание. Понимаете? Какое там общинное осознание? Все наше сознание, это моя хах... Так с краю ничего не знаю, своя рубашка ближе к телу. У вас очень важно прозвучало, что сейчас ожидание еще хуже. Вот это вот было, а сейчас вы говорите, как бы мне семью вывести. Значит, что делать? Нужны два сигнала на базе вот этой тяжелой ситуации. Государство уравняло себя. Что я имею в виду? Были Семибанкирщина, Сенебоярщина. Был Ходорковский, высокомерный, так сказать, сильный, богатый человек, судя по всему, вы его поняли, который, может быть, зашел за какие-то зубцы, да, вот в нашей русской, так сказать, азимутах. Берлускони такой же, да, но в Италии это приемлемо. А то, что он начал играть политическую роль, у нас неприемлемо. Но он знал, где он, так сказать, борется. Казалось бы, должен был знать, он был умный, по-моему. Ну, короче, мы получили свой сигнал. Был, когда на свободе. Да, мы получили свой сигнал, я говорю, предприниматель, да. Государство уравняло свои шансы. Оно было бедное, Борису Николаевичу, и какое-то немощное, да. А эти были сильные и на него наезжали. Вот, случаем с Ходорковским мы уравнялись. Теперь надо встречаться и давать позитивный сигнал, иначе нет ничего. То есть, власть должна дать позитивный сигнал. Власть. А мы, поняв, что произошло, должны принять свою социальную миссию, свою этику бизнеса и действовать соответствующим образом. Иначе, а что еще? Иначе, если мы понимаем только дубину, еще один Ходорковский, еще один Ходорковский. Это какая-то, опять, несколько халуйская позиция. В том смысле, что мы ждем от власти сигнал. Вот, власть подает нам... А нельзя сказать власть? Власть, дорогая... Извините, никто же не убежал пока в таких масштабах, о которых вы говорите. Все действует. 7% ВВП, новые заводы, огромные сделки. Предприниматель продолжает работать. Более, конечно, опасливо. Создавая себе там на всякий случай плацдармик, если поедут на нашу делу. Даже, наверное, вы, если вы скопите 10 тысяч долларов, да, вы 5 тысяч будете расходовать, а 5 тысяч, подумаем, где хранить, так? Ну, вот и они так же. Что сейчас нужно делать? Вот это вот самое партнерство, с чего мы начали. Я понимаю. А другого выхода нет. Позитивный сигнал. Игорь Юрьевич, я понимаю, вы говорите... Вы ждите позитивного сигнала, да. Вы ждите, пока раз виснет, конечно. Вот, вы мне дали возможность, я сказал. Владимир Владимирович, если можно, дайте, пожалуйста, позитивный сигнал. В том смысле, что не будет посадок, тогда они, ожидая хорошего, будут больше инвестировать. Это тема Нобелевской премии прошлого года. Экономика ожиданий. Хорошее ожидание. Игорь Юрьевич, но почему же вы опять сводите все взаимоотношения и бизнеса с властью? А с кем? Бизнес ждет сигнала от власти, чтобы по-другому или там иначе вести свой бизнес. Почему бизнес не посылает никакого сигнала обществу? Почему вы не говорите о взаимоотношениях бизнеса и общества? Ведь от того, что на эти отношения плевали предыдущие годы, именно поэтому посадка Ходорковска была воспринята на ура. Скажите, пожалуйста, кому в обществе посылать сигнал? Если создастся гражданское общество, если создастся адекватные, значит, ну вот скажем, Родине вряд ли надо помогать, я согласен, предпринимателям. Наверное, патриотам можно и нужно помогать Родине, я не знаю. Значит, СПС больше не представлен в Думе. Там нету яблока. Так, значит, вот на парламентско-политическом уровне, вы скажите, куда это, собственно говоря? Да почему опять на парламентско-политическом уровне? Общество. Где гражданское общество, которому надо помочь? На которое надо потратить деньги или что? Да, но а как? Куда? Значит, когда вы говорите... Какой инструмент диалога бизнеса с обществом вы предлагаете задействовать? Я считаю, что нужно заниматься прежде всего просвещением. Вы спрашиваете, как вступить в диалог с обществом? Просвещать его. Выпускать книги огромными тиражами, финансировать фундаментальные исследования, фундаментальную науку, финансировать выпуск новых учебников, не рассчитывая заработать, выпускать немеренными тиражами историческую литературу. Все, что вы назвали, это роль государства. За это с нас берут налоги. Одни из средних по Европе... Вот тогда ничего не будет. Вот тогда ничего не будет, что государство... Простите, но не может предприниматель заменить собою все. Все он заменить собой не может. Но часть предпринимателей так богата, что она, вообще-то говоря, могла бы взять просто не кого-нибудь ради, а чести ради, страны ради. На себя какие-то функции, которые государство не может, не хочет, не умеет, потому что у государства ничего нет, за что оно не берется, оно все портит. Это мы все знаем, что при социализме жили, слава тебе Господи, не весь сколько лет. Вот, например, Потанин очень богатый человек. Есть потанинские стипендии, например, мы про них знаем. Это очень жалкое зрелище. Эрмитаж. Но стипендия там довольно жалкое зрелище. А ведь это разговор вот как раз с теми, кто будет составлять гражданское общество. То есть, находит каких-то студентов, выдает им какие-то премии, они так кланяются, что голова отваливается, я как-то была свидетелем этого, это чудовищно. Абсолютно неразработанная система поиска действительно проектов, которые можно было бы помочь, через которые можно было бы сделать что-то разумное и осмысленное. И происходят разные раздражающие, скажем, общества вещи. К примеру, там они финансировали премию одну литературную, и когда чуть-чуть легко прошелестело какое-то неудовольствие и опасность для Потанина, то он решил сэкономить деньги и эту премию забрал. Премия была 25 тысяч, грязь из-под ногтей, понимаете, Потанина. Для нашего маленького общества культурного это был гигантский удар, понимаете. Свалился метеорит, раздробил, убил всего лишь один город. Ну, земля большая, правда, но в этом городе они и жили. За 4 года, которые я там, я не добился одной вещи, которую предлагал вместе с рядом других людей, представляющих гражданское общество. Это вот создание анонимного фонда, да, Трастового, который бы вот этим занимался. Потому что Потанин, да, если он будет продолжать, там, скажем, финансировать нечто, что будет сочтено антигосударственным, да, то его бизнес закроется. Согласны? Если он отдал это в Траст, и где не он принимает решение, а какой-то анонимный коллектив людей под маркой, там, РСПП и так далее, то можно финансировать, так сказать, это гражданское общество, не рискуя попасть под, там, жернова, так сказать, излишне. Вот этого мы пока не добились. Предложение такое было сделано от тех крупных собственных, которые входят в наш союз. Они же не дают деньги, если они могут их проконтролировать. У них еще не вызрело то понимание. Не вызрело то понимание. С одной стороны, были проекты, которые были разворованы с другой, и так далее. Знают свой народ. И вот эта вот цепочка общего недоверия, что, собственно, и является сейчас самой большой проблемой России, да? Да. Денег полно, люди пока еще есть, открытость к Западу есть, технологии есть. А вот доверие, меня к банку, я туда деньги не несу, банка ко мне, потому что я не отдам кредит. Ну и так далее. Вот доверие, это самая страшная вещь. Если мы добьемся того, что будет трастовый фонд на вот все те букеры, шмокеры и так далее, и так далее, что хотите. Что будет признано, тем не менее, плодотворным, да? Не просто для какого-то цеха конкретному подачку кинули, а это будет потом синергетический эффект иметь. Так вот, если мы это сделаем, это будет большое дело. Потому что такого рода деньги есть на большой фонд, лишь бы не воровали, лишь бы... Однако, примеры, скажем, создания общевойскового фонда. Такой был фонд создан для жертв всех наших больших военных конфликтов, там, от Афганистана и Чечни до... Вот. Так вот, пример использования средств, которые наши создали, да, внесли туда 25 миллионов долларов. Отчет по ним мы не получаем. Игорь Юрьевич, я просто вот действительно крепко задумалась о том, что вы говорите, что вот нельзя проконтролировать, бизнес не может дать деньги на все, бизнес не может заменить собой государство. Что-то, наверное, да, хотя в общем, действительно, Татьяна права, как бы, во славу своей страны можно иногда взять и функции государства. Но есть вещи, которые совершенно не есть функции государства, и которые я не понимаю, почему бизнес не делает. Я, например, не понимаю, почему до сих пор не выделен грант, не проведены исследования, не написана история экономических реформ последнего десятилетия. Почему эта книга не выпущена массовым тиражом, почему она не распространяется бесплатно? Почему никто не защищает отцов-основателей, почему никто не выступает с гневными речами против той пакости, которая льется из ста тысяч источников, вот эти мелкие шапки лают из каждой подворотни. Насколько я знаю, Владимиру Олеговичу Потанину принадлежит газета «Комсомольская правда». По стулатам, которые являются, утверждается то, что Гайдар с Чубайсом все украли, что бизнесмены, любой человек, занимающийся бизнесом, он жулик, это как? Это что? Не влазит в редакционную политику, свободу слова, не влазит в редакционную политику. Зачем финансируют? Ну, вы мне ставите сложные вопросы. Да, а вы думали как? Да, сложные вопросы. Согласен с вами. А вы думали, что вы придете, мы вас просто расслушаем? Не-не-не, абсолютно ничего не думал, абсолютно ничего не думал. А хотя, неплохая мысль, если можно потом, да? Вот. Вы ставите сложные вопросы. Если бы хватило честных, порядочных, сильных, умных людей, мы бы с вами здесь не сидели в школе злословия, мы бы сидели там на ярмарке Чеславе. Если бы были честные, хорошие государственные чиновники, вот так бы хватило налогов, которые мы платим, и нашего ВВП, для всего того, что сказали про священник. Если бы были хорошие, все честные, замечательные предприниматели, хватило бы, так сказать, денег на там благотворительные стадии. Мы живем в том обществе, в котором мы живем, и вопрос только в том, что институты и хороших людей можно создать не за 15 лет, видимо, как показывает наша практика, а за дольшее количество времени. Вопрос сейчас такой, сорвемся ли мы в регулировании этой среды из одного центра? Нет хороших предпринимателей, я устрою вам хороших, я вам буду горе-куда деньги давать. И тут конец рыночной экономики и экономики вообще. Нет хороших государственных чиновников, я буду сажать или расстреливать. Собственно, мы это проходили, понимаете? Вот вы смотрите, вот мы сейчас говорили, да, вы говорили о том, что существует понимание, непонимание, осторожность и так далее между предпринимателями и властью. Но существует такая сила, но это не совсем власть, тем не менее, как так называемые правоохранительные органы, включая милицию, суд, прокуратуру и так далее. По-моему, всем же стало понятно, что они не охраняют право, а что это такая слабо... Они его применяют по собственному усмотрению. Если мы получили свой сигнал сегодня от вас, а в 2003 году через Генеральную прокуратуру ЮКОСУ, ну, предпринимательство получило свой сигнал, вот место, вот ведите себя так, ну, хотя бы как-то, то вот та сторона никакого сигнала ни от вас, дорогие, ни от государства не получила. Какая та сторона? Вот правоохранительная. От нас? Да. Я извините, пожалуйста. У вас здесь был генерал какой-нибудь, который... Не приходил еще. А, ну вот. Нет, но у нас были юристы, иду. Придет на желчь, и скажу, что выказано. Я вас прошу пригласить и предлагаю подумать о том, что... Повторяю. Мы очень зовем генпрокурора Устинга, мы очень хотим, чтобы он пришел. Не приходит. У нас ряд вопросов, где мы копимся. Так вот, значит, антикоррупционная борьба, без которой не получится то общество, о котором мы говорим, да, то есть если все будут за взятки жить, антикоррупционная борьба нуждается хотя бы в одном сигнале. Государственная сторона не получила никакого сигнала. Вы слышали о громком процессе, совместимом, ну, сопоставимом с процессом Ходорковского с той стороны? Ну, если бы Устинова начать болеть, хотя бы за его фразу про захват родственников, так называемых террористов, ну, или дайте нам захватывать заложников, это конечно. Вот, вот вы про это говорите. Так вот, значит, та сторона, я теперь даже говорю не о высказываниях, а я говорю о крупнейших, известных взятках, да, вот, она, значит, ни одного громкого процесса нет. Послушайте, вы сказали, что та сторона не получает никаких сигналов. Видимо, она совершает ровно ту же ошибку, что и сторона предпринимателей, потому что она не слышит сигнала, который несется из общества, а именно, что на самом деле не нужно давно уже выдумывать никакую национальную идею, потому что единственное, что может объединить всю страну, независимо от социального положения, национальной принадлежности, религиозных конфессий, это ненависть к родной милиции. Да, в общем, с этим тоже надо что-то делать. А что-то, это опять возвращение вот к какому-то моральному кодексу, да, но не строителей коммунизма, а строителей капитализма. И кто его будет, сейчас, так сказать, религия играет какую-то роль, недостаточную, видимо, но пока мы не опамятуемся, да, пока мы не будем руководствоваться какими-то принципами, мы будем семимильными шагами идти к банкротству системы. Конечно, так дело в том, что вы спрашиваете, а кто его будет строить? Все равно вы упретесь в пропагандистский фронт, рядовыми которого, не генералами, а рядовыми которого, являются писатели, художники, ученые, кинематографисты и так далее. И все те, кого за эти годы, вы своим презрением, своей жлобской брезгливостью, своей забывчивостью о том, что мы все вышли из одной коммунальной квартиры, и у вас у всех было тоже нищее детство, что у всех остальных вы оттолкнули от себя. Очень сильный, правильный сигнал. Начинаешь сразу думать о выходе из положения. Давайте проект с вами вот сегодня начнем, и я начну толкать его куда-то там. А что, давайте мы продумаем? Вы знаете, сколько этих районов в своем мире Михаилу Борисовичу понаписали? Вы говорите, что надо поднять отечественную культуру, а от предпринимателей, собственно, ничего не нужно? Нет, я не говорю, что надо поднять отечественную культуру, она никуда не... Я говорю, что культура это инструмент, это средство коммуникации между... Значит, тогда культуре этой надо помочь быть лучшим средством коммуникации, чем она была до сих пор. Ее надо правильно использовать. Это профинансировать. Скажите, кого, на каких основаниях, как. И вы увидите, что вы сегодня же тут же начнете говорить, нет, в кинематографии ни в коем случае не Михалкову, Шахназарову. А она начнет говорить, не знаю, пардон, не она, а Гаспарат Толстая, начнет говорить, ни в коем случае там не Пелевину, не дай бог, не к ночи будет помянута. А? Ну, я знаю, ваше предпочтение. Ну, без этого мы себе представляем. Нет, 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 может, не о личностях, рецептинентах, а о структуре... Раздрай в обществе, который существует, единства нет, да, кому помогать, тоже мы не знаем. У нас все время происходила с Юргенсом нестыковка, когда мы говорим про, так сказать, общественное настроение и про напряженность, на самом деле, да, между сословиями, между людьми разного имущественного состояния, да. Юргенс все время говорил, куда деньги направлять, кому, то есть, с одной стороны, с другой стороны говорил, что ждется, ожидается сигнал от власти, да. То есть, вот это предпринимательское сообщество, во всяком случае, на верхушке его, хочет иметь дело только с институциями и думать только вот об институциях. Вот, значит, есть власть некая такая, институция, и вот в обществе есть, вот есть конкретные музеи, кафедры и так далее. То есть, в этом есть как раз то высокомерие, в котором мы их упрекаем, потому что вместо того, чтобы самим сесть и подумать, а вот что бы сделать такого полезного, хорошего и интересного? Нет, вы приходите, скажите нам, что у вас кафедра загибается, попросите у нас денег, мы рассмотрим, подумаем, дать или нет. И откажем. Да, и откажем. Так социальная напряженность не снимается. Университетам помогаем, как можем, да, будем больше, если, так сказать, люди перестанут наезжать через налоговые, другие дела, инспекции, полиции и так далее. Я же объяснил нашу... Может быть заложники налоговых инспекторов, заперите в каком-нибудь хорошо... Для всего этого нужен национальный консенсус. Национальный консенсус почти достигался, создавался, с моей точки зрения, на этапе 2000-2003 года. Мы аплодировали приходу Владимира Владимировича Путина все искренне к власти. Потому что он привнес определенную стабильность, он наладил какую-то работу аппарата, он наладил государственную работу, я хочу это абсолютно откровенно сказать. При Борисе Николаевиче мы не знали, куда, какую бумагу унести, какое решение пытаться принять. Государственное решение, не взятку, о которой вы сейчас начнете намекать. Нет, я подумала о доносе они абсолютно. Кого они интересуют сейчас, этих доносов? Больше интересуют, нежели раньше. Но создание этого консенсуса столкнулось на видимом фоне, вот с этим словом ЮКОС, по нашей кафедре. После этого последовали различного рода другие события, которые не могли не напрячь, скажем, вашу братью. Вот с этого давайте начнем. Нет, мы напряглись значительно раньше, извините, мы напряглись на димни. Если уж так говорить. Да, слушайте, если вас пугает снятие памятника Дзержинского и вдохновляет памятник какому-нибудь Скобелеву, ну тогда вы про какие-то символы говорите, которые к реальной жизни никакого отношения не имеют. Эээ, символы имеют огромное значение. Попытки вернуть Дзержинского, не вынесение Ленина, введение назад гимна, под который нас, так сказать, пароли сажали и уничтожали и никуда не пускали, и унижали, Это все, извините, меня знаки и символы, они гораздо важнее, нежели по мелочам там, ну, такой правительственный правительственный правительственный. Если здесь консенсуса нельзя найти, а, по-моему, он хотел найти, да, то есть флаг здесь, гимн здесь, то, 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 то. Если вот здесь, если вот водораздел здесь жесткий, то есть пока мы не вынесем Ленина. Ничего не будет. А, ну тогда, ребята, тогда невозможно найти национального консенсуса, потому что одни предприниматели скажут, пока мы не Зюганова не подымем, и есть такие предприниматели, да, президенты, вот вам девочки для клуба, помните, как в анекдоте, ах, вот нам девочки для клуба, фиг вам, пока мы не подымем, там, скажем, Чубайса в президенты. Так не получается строительство государства и общества. Надо искать консенсус. Будет консенсус, будет предпринимательский фон, будет предпринимательский фон, будет развитие культуры. Большого консенсуса мы с вами не достигнем, потому что я считаю, что абсолютной категорически глупость выносить Ленина, менять гимн, бороться с памятниками и так далее и тому подобное. Да я не считаю, что это была очередная опасность. В Гане, где Квамен Крума, так сказать, президентом, был сочтен врагом народа, расстрелян, аэропорт имени Квамен Крума, ну раз уж мы его назвали, ну вроде неудобно, да? Кромвель стоит там и так далее. Если мы будем каждый раз свою историю... Да совершенно мы не хотим, это ничего сейчас не... Мне толстая только что сказала, пока не вынесем Ленина ничего не будет. Это она в мистическом смысле вам сказала. Если не найдем консенсус вокруг каких-то простых истин, а истины совершенно простые, демократия, мы выбираем, реально выбираем своих представителей и поднимаем свою задницу от стула, даже когда футбол, и идем голосовать. А объясните мне, если вы, бизнесмены, такие спокойно, разумные и не только рациональные, но и эмоционально широкие, да, то как же так получилось? Не все, это может только я, но еще двое, я потом вам назову. Как же так получилось, что вот историю реформ-то не сделали, не напечатали, а дело писателей-то в интересах вот своей вот там борьбы завели? А что такое дело писателей? А вот по поводу книжки «История приватизации» очень небезинтересных. А, это Кох, Чубайс и так далее? Историю реформ не сделали, да, а бизнесмены, Гусинский с Березовским, да, ради своих бизнес-интересов взяли и откусили головы, откусили головы тем, кто олицетворял вот эту самую демократию и переход к капитализму. Глава всегда, кровава, товарищ Маркс нам это все доказал, абсолютно справедливо, кстати, и здесь я готов с вами поспорить насчет марксизма, да, абсолютно здравый и четкий анализ капитализма той эпохи, без выводов, я имею в виду. Так вот, давайте не будем за то отвечать, потому что... А кто мне за это ответит? Если мы каждый начнем отвечать опять за историю приватизации, за 93-й год, за расстрел Белого дома, за пьянство Ельцина и так далее, ну, никогда не выберемся. Давайте с вами сегодня договоримся о том, что нужен какой-то консенсус. Для консенсуса нужно правильное поведение одних и других. Мы можем достигнуть правильного поведения одних и других сейчас. Одним махом нет, потому что настолько коррумпирована государственная машина и настолько недорос, может быть, предпринимательский класс до высоты поставленных перед ним задач, что не решишь. Что делать? Делать, во-первых, то, что мы сегодня делаем, во-вторых, попросить верхушку, потому что только с верхушки всегда Россия или реформировалась, или окуналась в дерьмо. Согласен. Попросить верхушку подать 2-3 адекватных сигнала. Я вам подал сигнал по Ходорковскому, вы поняли, скоты, что если вы не будете платить налоги, вы больше, так сказать, не существуете. Поняли, могу вам сказать, что поняли, да? Значит, тогда я вам даю второй сигнал. Государственная вертикаль, она поймет в результате вот такого-то действия, что если будете воровать, скоты, я вас тоже буду сажать. Нет, теперь вы же просите какого-нибудь позитивного сигнала. Теперь просто для симметрии он должен расцеловать, например, православного банкира Пугачева. Вот если вы будете такие же православные... Я не знаю этих мелких разводок. Что такое, одни именно трогают, другие не трогают. А знаете почему? Потому что еще не сидит. Неизвестно, как будет. Я вам про большие классовые вопросы. Вы меня все тянете на какую-то... А классовые неинтересны. Мы вообще, говоря, довольно образованные женщины, которые все это знают, говорили, объясняли. Для того, чтобы не понять классовые, большие социальные вопросы, не решите вы мелких Пугачев или Ходорковский, Дерипаска или там... Мы даже не заводили этого разговора. Нет, она завела про Пугачева. Она, видимо, проплачена Пугачева. Я теперь многое понимаю. Вот. Вот это ваша любимая шутка. Вот то, что вы приучили все общество. Вы с нами сидите. Мило хихикать. По поводу того, что крыса разводка проплачена. Вернемся к тому, с чего начали. Уку, товарищи. Если не будет хороших сигналов, потому что мы уже не решим это на своем уровне, согласитесь. Что бы мы сейчас умного не говорили здесь, как бы злословно мы тут это все не представили. Мы с вами пытаемся разбудить. Вот да, да, да. Если мы разбудим, если мы разбудим, с одной стороны, администрацию президента и власть прилежащих, с другой стороны, тех, кто действительно богат и должен, по-ребушинскому, обязан отдать обществу какую-то десятину свою, да? А с другой стороны, общество, которое абсолютно сдурело в своей апатии, и темноте, и непросвещенности, в своей... Круто, ждет. Да, да, совершенно не хочет взять никакой вопрос с золи. И зависть, зависть. И когда у него спрашиваешь, ну почему, ну почему не выйти, да, ничего это не решает. А почему тогда мне звонишь, если я хочу что-то сказать, и говоришь, слушай, потише, да, не влезай. Я говорю, ну слушай, ну если никто не влезет, если меня выбрали для того, чтобы влезал. Может быть, я не люблю, повторяю я этого Михаила Борисовича, но меня выбрали для того, чтобы я влезал. Нет, тебя выбрали для того, чтобы... Ну слушайте, это же даже уже не за себя бояться, а вроде как за меня якобы, ну, наверное, лицемерно. Вот, поэтому давайте где-то собираться, и если вы будете говорить, какой проект конкретно сейчас надо поднять, значит, вы им скажите, чтобы они перестали нас тут презирать, а мы пойдем своим скажем, чтобы они перестали тех ненавидеть. И они сейчас же перестанут. И все получится. Все будет очень хорошо. Мы поженимся. Продолжение следует... Продолжение следует...